вы догоняли крипто хэмстер сегодня короткий апдейт что произошло на рынке давайте начнем с новостей индия тоже у нас следует примерно по стопам китая в плане регулирования криптовалют они запрещают вроде бы как все частные криптовалюты но при этом оставляют лазейку для использования распределенного реестр блокчей технологий для как бы государственных криптовалют но и в принципе знаете как сейчас мы они забанили завтра они разбанят так что не стоит особенно паниковать для 1 глядя на эту новость просто очередные очередные вбросы информационные теперь давайте посмотрим на цену вчера нам мы здорово упали ну как здорово на 100 там долларов или около того сразу вернулись на предыдущий уровень буквально мгновенный даже выше поднялись теперь торгуемся примерно на той же позиции но чуть все-таки выше и доминация биткоина что интересно увеличилось и как бы альты вернулись свои предыдущие позиции в то время как bitcoin у нас чуть торгуется чуть выше то есть немного людей вытрясти из альтов и смотрите столько мы уже долго торговались вот в этом диапазоне и там в принципе у нас давно не было сильных движений что любое движение в ту или иную сторону нас ведет к значительному сильному реактивной реакции стороны трейдеров которые на рынке то есть вниз идет паника вверх цена идет люди там начинают а там туза мун и скоро вообще все будет новый там 20 тысяч и так далее все ри резко очень реагирует на рынок не стоит этого делать не будьте не ведитесь на вот эти вот как бы управляющие с ним сигналы да если цена падает то не надо паниковать надо подбирать если цена растет то при слишком сильном росте следует закрывать позиции и смотреть на коррекцию и подбирать уже ваши альты или ваш биткойн на этих коррекциях потому что слишком резкий рост он не устойчив 90 там девяти процентах случаев вот а пока мы не находимся на бычьем рынке то естественно это никуда не приведет скорее всего если конечно это не какой-нибудь там short squeeze но пока мы таких вещей особенно не видим однако однако ближайшее время я ожидаю что будет еще вот вот такие колебания поэтому будьте готовы не забывайте использовать стоп ордера и открывать свои позиции в ту или иную сторону когда увидите что какой-то сильное движение началось идите по рынку не идите против рынка тренд ваш друг ну и как бы так как у нас ближайшее время я думаю все таки мы в ноябре будем торговаться в таком вот вот на самом диапазоне где-то шесть половиной тысяч плюс минус с вот этими движениями туда-сюда чтобы выбить людей с обоих сторон то самое интересное будет нас в альтах происходить и многие из них показывают уже движение там эти 50 процентов нужно и стоит ловить давайте посмотрим на эти самые альты сейчас у нас что происходит свой старт пирал пирал до который мы несколько раз уже вспоминали после вот этого хака ну или даже не хака а проблему у них с одним их соучредителей да и девелопер крупнейших он он этот товарищ вроде бы как его бенинги во всех грехах и он как признался и там уже все разрешили но теперь посмотрите объемов нет сбежь со всех помоги деле стили с крупных и они вроде как начинают как бы все заново но репутация подпорчена и люди как бы не особо уже верят так что если вы в позиции ну что теперь ждите хорошего времени ставьте это на будущее это крипто такой всякой бывает надеюсь вы как правильно не снег не клали все яйца в одну корзину и у вас лишь небольшая часть 2 ойстере остальные ваши инвестиции не затронул и затронул эта история корк чейн помните что у нас нас падал после очень хорошего роста можно выделить некие такие две волны здесь рост падения рост падения буду надеяться что сейчас это падение уже замедляется и мы пойдем на новую волну роста корчейн очень очень потенциально и высоко потенциальная штука на мой взгляд на на почему смотрю на 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 где-то вот здесь вот у меня было очень бычье настроение по нему и очень резко они все они этого из настроения отыграли однако потом так как не было этого зона это зона накопления было это неустойчиво пошли вниз но там все общем пошло вниз я хотел бы чтобы после этого роста мы вернулись вот на это самое место то есть если мы очень резко вот здесь вернулись вниз и эта зона была бы на уровне вот вот этом тогда бы я был более настроен на побытчик на на однако мы не вернулись я ждал не стал бы выбирать его пока на не упал до этого уровня однако если смотреть на соотношение минимум максимум смотреть на длину даже вот эту длину зоны накопления то скажем при капитализации очень сходный зеликой да а зелик у нас куда меньше в таких вот уже устоявшихся устоявшегося дна показывает сигналов видите как бы меньше рост то тоже мы немножко тут вот проторговались но по сравнению с на на как-то на и выглядит не менее более бледно что ли да поэтому надо тоже тоже интересно стоит подбирать опять же не бывает все что говорят по личное мнение не инвестиционный совет поэтому будьте осторожны используйте стопы принимать решением самостоятельно у и power говорили мы правой power что тоже находится на относительном дне и стоит его накапливать вот он пошел в рост и потом вот смотрите какой был объем на пике и сейчас вот у нас тут продолжает проторговаться скорее всего сейчас пройдет вниз если думаете его покупать и ожидать следующей волны то конечно ждите как минимум 50 процентную коррекцию от где-то вот этого максимум может быть от вот этого максимума и смотрите сейчас скорее всего объем пойдет вниз после этого объем будет несколько дней на стагнации только потом может быть ожидать роста поэтому спокойно ставьте низкие какие-нибудь ордера и потом уже на этих ордерах его покупайте еще одна монета который мы говорили district x dnt примерно такая же ситуация у него была с длительной зоны накопления после достаточно такого сильного провала и вот потом после вот этой зоны накопления мы пошли вверх сейчас мы торгуемся достаточно уверенно в таком росте после коррекции то есть возможно что и объем как выражает кости возможно что еще будет одна волна однако опять же будете осторожны реализация примерно равна объему где-то где-то скоро здесь после этой волны будет падением поэтому не особенно очень будьте осторожны с тем что он может упасть ближайшее время когда достигнет какого-то пикового значения биб выбирает то же самое говорили мы о том что он должен вырасти очень был большой объем при этом на достаточно низком уровне цены и вот был такой пик однако практически сразу вернулись на предыдущие позиции не но почти на предыдущие да то есть не показывает монета силы и пойдет скорее всего объем вниз пойдет цена вниз нужно будет опять несколько дней если уж даже пойдет еще одна волна что сейчас я уже не особенно в этом верю хотя все равно смотрите пока капитализация с ценой в реализации с объем очень похоже но 9 миллионная капитализация на очень приятно на долгий срок хотя конечно моментально монетка так себе на мой взгляд интернет ноут токен тоже говорили мы об этой монете и вот пошла она недавно в рост то есть смотрите как это уже был длинная зона накопления вот по появились сигналы в плане объема появились сигнал в плане роста цены сейчас у нас 31 ранг по капитализации 12 миллионов всего очень неплохо подкупать его на коррекции и если как бы все альткоины потихоньку будут подниматься как вот мы сейчас видим можете на многих примерах то это долгосрочно очень-очень хорошее вложение на мой взгляд блузель почему смотрю на нее потому что тоже вот примерно такая же картинка у нее и неплохие объемы неплохой на мой взгляд этот диапазон где-то от не от 10 там до 50 миллионов долларов как раз именно такие альткоины сейчас стреляют и легче всего двигать по камере временем там на 50 процентов их стоит ждать такие прибыли от них airswap то же самое видите стрельнул он но я лично бы хотел купить его несколько на более низкой цене потому что ну показывает он опять же некое ослабление вот этого тренда растущего объема падают вот эти вот были несколько волн скорее всего сейчас он упадет еще там процентов на 30 в течение какого-то периода времени вот тогда после нескольких дней перед очередным пампом если он будет его стоит убирать на тоже вполне можно небольшой момент взять на длительный период наконец последний в них уже как бы по альтам все просто уважаю вас держать в курсе от того что было и какие у нас прибыли есть и кроме того какие есть новые варианты последний играть хотелось вам показать треугольник вот этот вот падающим им как вы неоднократно его смотрели приближайся к его концу интересно то что если построить вот эти эту синюю линию трендовую роста до на основе предыдущих двух минимумов на и конечно такие очень условные тем не менее она пересекается с нашим треугольником и где-то в середине декабря будет вот эта вот точка невозврата когда мы либо уже пойдем в вверх либо пойдем вниз и вниз он здесь пойдем ненадолго но где-то до этого очень-очень не ожидают эти полтора месяца что мы должны обновить дно так что главное никогда не не оказывается ситуация когда вас нет лишь лишнего фиата чтобы усредниться поэтому вам удачной торговли не забывайте опять же не забывайте про стопы не забывать предпринятие самостоятельных решений смотрите внимательно на альткоины очень интересная ситуация сейчас по многим из них может быть какие-то у вас есть собственные идеи пишите комментариях подписывайтесь и оставляйте лайки я с вами прощаюсь до завтра еще один короткий апдейт еще более короткий чем сегодня пока всего хорошего ребята